Хоба! Привет, с вами доктор Влад и начинаю очередной новостной выпуск. Очередь близка, статья Маргарита Симоньян. Вот еще одна история, которая попала к нам в проект не один на один. Якобы она кого-то спасает, да? 62-летняя Антонина Шабуня из Амурской области инвалид второй группы с детства. Из-за ошибки местных чиновников женщина 11 лет ждала сертификат на жилье, в итоге получила отказ. Чиновники посоветовали пенсионерке встать в очередь на субсидию вместо мужа, который больше 30 лет проработал на Крайнем Севере. Говорили, что инвалиды обычно получают сертификат быстрее. Ее уверяли, что очередь близка, и она отказывалась переезжать из села в город к детям. Но в начале этого года пенсионерке пришел отказ, так как она родилась в районе, который не относится к территориям Крайнего Севера. В администрации заявили, ошибку допустили уволившиеся сотрудники. А первоначальное заявление на субсидию от мужа пенсионерки вообще не нашли. И теперь помочь инвалиду, в кавычках, не представляется возможным. На днях семья подала заявление в прокуратуру, следим и помогаем. Ах, 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 ах. И знаете, какой первый комментарий? Ой. То, что вас волнует судьба пенсионеров, это, конечно, хорошо и похвально. А почему вас не заботит судьба двух агентов по продажам, в кавычках, Петрова и Баширова, которых именно вы нашли, отмыли, очистили, переодели и вели миру. Ну, в общем, вот я говорю, начинается у них там возня какая-то крысиная. Пытаются они вроде бы помочь народу, да. И многие, многие поменяли свои взгляды, переобулись на ходу, и вдруг вот начали ратовать за пенсионеров, там, за детей и так далее. Ох. Идея Евгения Пригожина, так, идея сделать Евгения Пригожина ответственным за финансирование ЧВК Вагнера принадлежит Генштабу. Вот так, ребята, в 2009 году еще это дело обсуждалось. Инициативу поддерживал начальник Генштаба, ну, на то время Николай Макаров. Одним из решающих факторов стало то, что Пригожин был лично знаком с Путиным, но в ближний круг президента не входил. ЧВК Вагнера, по сведениям The Bell, начали формировать примерно в 2013 году. На собеседование со искателей приглашал начальник службы безопасности Пригожина Евгений Гуляев. Все, все тайно становится явным, но только толку-то от этого. Вот интересно, большая статья Александра Збруев. «Моя Люся великая, а современные артисты – актеры десятой категории». Ну, Люся – это какая Люся? Это Людмила Савельева, которая, помните, играла в «Ойне и мире», да, Наташу Ростову, и, в общем-то, да, они в браке, и все это время, и у нее день рождения, ну, не говорят, сколько ей лет, но, наверное, много уже. Ну, вот концовка, концовка очень хорошая. Те, кого сейчас называют звездами, это актеры десятой категории, правильно? Правильно, совершенно правильно. Я Збруева очень уважаю, он так прекрасно выглядит. Ему уже 80, по-моему. Хуан Гуайдо, ну, помните, да, новый президент Венесуэлы, уже получил право распоряжаться активами правительства и Центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков, сообщил Госдепартамент США. Ну, посмотрим теперь, кто пойдет, военные, за кем пойдут, да? Кто им будет зарплату платить? Вот, правильно сделано. Деньгами можно решить многое, ребята. Аббе назвал условия размещения баз США на Курилах. Ну, этот пример Аббе, да, он заверил, что в случае передачи России части Курильских островов Японии, размещение на них военных баз США возможно будет только при согласии Токио. О, как! Ну, конечно, они согласятся сразу. Захаров рассмешил фотоколлаж с Путиным и Порошенко. Ах-ха-ха, ах-ха-ха, наркоманка чертова. Ну, короче, тут картинка такая интересная, да? Порошенко и Путин. И написано, значит, либо Порошенко, либо Путин. Ну, правильно написано, очень умно, очень образно. А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Ой, эх, чуть было не сказал слово нехорошее, откуда дети появляются. США начали производство нового ядерного оружия. Ну, а что отставать-то, да? Новая ядерная была боеголовка W-7-6-2. Правильно. Все, одна боеголовка может уничтожить 10 ракет Сармат. Ладно, хорошо. С чем связано сокращение журналистов американских СМИ? Ну, вот этот BuzzFeed, да, сократили 20 журналистов. А, в Huntington Post будет сокращено 20 журналистов, а BuzzFeed 250 человек. Ну, дело в том, что модель монетизации, построенная на рекламе, работает все хуже для журналистики. Ребят, а вот это я точно знаю, да? Вот у меня модель, построенная на рекламе, она очень плохо работает. А так вот, чтобы кто-то, внизу там две ссылки есть, да? Вот, чтобы кто-то мне помог, так сказать, работать, не задумываясь о времени, да, чтобы мое время оплачивалось. Таких что-то маловато. Ну, тут концовка интересная. Этот выступил Трамп. Причиной сокращения стали фейковые новости и плохая журналистика. Людям нужна правда. Главный редактор BuzzFeed Бен Смит ответил, да чего мерзко, да чего мерзко так говорить о десятках американцев, которые только что потеряли работу. О, как, ребята. Вот так говорят о Трампе, да? США заявили о планах России вмешаться в выборы на Украине. Да это и так ясно. Аккуратнее там, ребята, на Украине, аккуратнее. А то, смотрите, это выйдет, там, баба с косой, или как ее называют, страшная, как моя жизнь в третьем раке. Такая вот у нее накручена, да? А все вроде, да, да, все, больше ничего нет пока. Ну, так, ничего экстренно срочно важного нету. Ну, просто вас знакомлю, чтобы вы были в курсе, да? Всего хорошего. Доктор Влад с вами. Доктор Влад с вами.